Самара готовится к проведению диктанта победы. В этом году он пройдет на 655 площадках 27 апреля. Об этом говорили на заседании в Думе городского округа Самара. В диктанте будет 25 заданий. Пять вопросов будут касаться истории региона, остальные – общероссийские. За три дня до проведения испытания все площадки проверят специальные комиссии, чтобы участники не могли списать. В марте со всеми организаторами площадок пройдет совещание, на котором обсудят технические вопросы. Каждый бланк участника диктанта победы имеет свой индивидуальный идентификационный номер. И необходимо, чтобы нам не потерять ни одного бланка, правильное заполнение, то есть четкий инструктаж, презентация у нас уже готова, как заполнять, какие поля, чтобы мы максимально обработали каждый бланк каждого участника. Диктант победы пройдет на базе образовательных и социальных учреждений, в библиотеках, на заводах. В этом году особое внимание уделят проведению диктанта на оборонных предприятиях. Уникальные площадки должны быть у нас всегда. У нас город, вы знаете, это была запасная столица, у нас город о трудовой доблести. Мы уделяем этому очень большое внимание, поэтому уникальные площадки у нас есть. Мы историю должны поднимать, напоминать людям, потому что молодое поколение уже, к сожалению, многие эти площадки не знают, но мы их должны показать, рассказать об этих площадках. И эти площадки будут у нас центральны в этом году. Предполагается, что в этом году диктант победы напишут более 45 тысяч учащихся. Для абитуриентов хорошее прохождение испытаний особенно важно. Победа дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Сертификат победителям выписывают в Москве. Подготовиться к диктанту можно с помощью робот-тестов на сайте диктанта победы. Виктория Шара, Николай Епифанов, События.